В особо тяжелых условиях, конечно, приходится стравливать давление в колесах, для того, чтобы увеличить пятно контакта. Но для самых таких безнадежных случаев, конечно, механическая лебедка. Но это куда надо заехать, чтобы лебедка понадобилась? А вообще, за рулем этого вездехода не страшны даже самые крутые подъемы и спуски. На расстоянии полутора метров от земли идет как по маслу. Местами потряхивает кабину, но ведь и рельеф непростой. В машине тяжело, конечно, как туда-то две пушки сосенок, то есть слева от нас такой глубокий овраг, засыпанный снегом. С испытанием Каннский вездеход справляется на ура. Несмотря на то, что весит от без малого две тонны, с легкостью преодолевает заснеженную дорогу. Выехали за город, посмотрите, находимся в чистом поле. Погодные условия, сами видите, какие снег, очень рыхлый. Обычной машине здесь было бы сложно ехать, да что уж ехать, даже просто тронуться с места. Посмотрим, смогу ли я это сделать на этом вездеходе. Управлять им не сложнее, чем обычным полноприводным грузовым фургоном. Андрей усовершенствовал машину, поставив ее на колеса низкого давления. И до нельзя нашпиговав основными ходовыми узлами ГАЗа-66. Получился некий симбиоз «Газели» и известного армейского внедорожника. Весь секрет, вот в этой трансмиссии коробка передач своеобразная, то есть полностью самодельная, 16-ступенчатая трансмиссия с делителем и с коробкой отбора мощности. На нем не страшен ни снег, ни болото, ни грязь, и даже по бурелому в тайге можно смело передвигаться. А ведь начинал каннский механик с того, что 20 лет назад поставил на такие же огромные колеса восьмерку. В таком исполнении третья, вот именно фургон, Газель-фургон третья. Да вообще, наверное... Самоход какой по счету? Самоход по счету, наверное, на восьмой. То есть были и гусеничные пробовал делать, но остановился пока на таком. То есть скорость, проходимость, все это полностью устраивает. После нескольких тест-драйвов на родине каннский вездеход отправится в Енисейский район. Андрей собрал ее для рыбаков и охотников с севера края. Мужчина уверен, эта машина проедет даже там, где нет дорог. Анастасия Мосин, Александр Шумилин, Енисей. Новости. Новости.